Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки. У нас тут ферма и уборочная идёт, и нужно будет посыпать известью, но это ладно, это не важно. Короче говоря, что у нас происходит, кто у нас тут работает? Тва комбайна убирают поля, у нас созрел кофе, наконец-таки. Кофе уберём, что-нибудь за 7, я ещё не придумал, что, но это не важно. Что у нас тут? Силоса ещё маловато, хотя травы, кстати, можно было бы и закинуть, наверное, но это ладно. Далее, вот этот товарищ у нас ездит в воду, возит, наверное, на цементный завод, это так уже, производственные всякие штуки. Вот эта штука, наконец-то, заполнилась. Едь, выгружайся. Удобрения, сколько у нас вообще удобрений, кстати, на базе? Мало. 500 кубов на элеваторе, 500 кубов ещё приедет, будет миллион. Не для продажи, скажем так. Также у нас тут динамитик делается, скоро, кстати, он нам понадобится. Надо будет его выгрузить и заполнить обратно удобрение дизель. Ну это ладно, это я потом сделаю, это неинтересно. Также, друзья, из того, что в прошлой серии мы поставили коровник. И с коровками у нас всё прекрасно, прошло где-то 2 дня. У нас появляется по одной корове каждого типа в день, насколько я понимаю. Она смесь, в общем-то, расходуется, но нормально. Частота 71%, я один раз отсюда всё выгреб. Короче, я поставлю потом мод, чтобы автоматически всё чистилось, не хочу я этим заниматься. Может быть, даже поставлю мод, чтобы сюда солома и вода автоматически загружалась. Желания никакого нету. Самому это сделать молока за 3 дня 76 кубов. Сделалось неплохо. И навоз у нас появился, и жидкий навоз. Кстати, это можно использовать в производстве удобрений. Не ил, а вот этот навоз туда бросать. Пока что, друзья, один коровник денег не особо сильно много. Хотя можно кофе будет продать. Но будем считать, что пока один коровник справляется. Может быть, потом купим ещё на миллион коров во второй коровник. Если посмотреть, что у нас творится на каргел продукты. У нас все линии остановились, потому что они забились. Я, друзья, за кадром потом съезжу, продам вот этот вот весь корм для свиней, корм для кос, для уток, для курей. Потому что это на поддонах. И на серии заниматься этим у меня нет никакого желания. Я вам потом расскажу, насколько дорого мы это продали. Моносмесь производится. Есть 92 куба. Ингредиентов хватает, сена хватает. Производство сена остановлено. Сена, в общем-то, есть, пускай пока стоит. Моносмеси можно будет потом забрать, сюда привезти немного. И, друзья, по теплицам, садам, а точнее по фермерскому рынку. В общем-то, закончилась уже продажа всего того, что мы сюда привезли. Тут это всё выделено в доходы от недвижимости. В общем-то, вот в воскресенье, это вот когда мы, прошлая серия была. Сколько мы? С 9 утра где-то. В общем-то, 264 тысячи было продано. Вот в понедельник 397. Но и закончилось. Я не знаю, в какое время закончилось. Опять-таки, друзья, за кадром, степлиц, садов я сюда всё привезу. Заполню этот фермерский рынок. Пускай деньги приносит. Или, может, со складов всё увезу. Хрен его знает. Короче, потом посмотрим. Что мы сегодня, друзья, будем делать? Сегодня у нас в планах купить два предприятия. Сразу два, да. И оба этих предприятия находятся на этом острове. А именно, в общем-то, вот эта вот штука, которую надо будет построить, это, друзья, медный завод. Он будет делать всякую медную проволоку. Она нам ещё пригодится. Стоит он вроде бы недорого. 786 тысяч, если это эта территория. Если это эта. Да. Сейчас мы, в общем-то, об этом узнаем. Это не проблема. Да, это оно. И тут, друзья, для постройки нужны некоторые довольно интересные ингредиенты. В частности, стекло и медный лист. Это, в общем-то, такой дефицитной штуки. Надеюсь, что их немного надо. Цемент 100 кубов не проблема. Стекло 25 кубов. Стальные балки 100 кубов не проблема. Медный лист 25 кубов проблема. Трубы ЖБ барьера. Алюминиевый лист, в общем-то. Не скоро мы его построим, я вам скажу. Где, друзья, можно взять стекло? Стекло можно взять вот здесь вот. Есть такой завод. Корнинг стекло. Но он, падла, очень дорогой. Стоит он 7 миллионов. Также стекло у нас производится на нашем мусороперерабатывающем заводе. ПМС-переработка. Он у нас давно работает. Может, он уже даже что-то и насобирал. Опаньки. Электроэнергия закончилась. Твою мать. Есть 14 кубов стекла. Мусор еще есть. Упаковка у нас производится. Но производится тут ресурсы тратится настолько медленно, что вот этого всего хватит прям надолго. Надо запустить тот завод. В общем-то, надо будет потихоньку начинать стройку этого завода. Но построим мы его не скоро, потому что стекло, медный лист и алюминиевый лист это проблема. Хотя алюминия, кстати, у нас-то прилично. У нас есть и, во-первых, Алкоя Метал, где есть 21 куб этого самого алюминиевого листа. И медного, кстати, 21 есть. А также на том же самом переработке там тоже есть алюминиевые листы. И 14 кубов их тоже есть. Так что, в общем-то, алюминий не сильно большая проблема. Ладно, друзья, сейчас разберемся. Также, друзья, есть тут еще один заводик. Рядом находится, вот этот вот с коровкой. Это молочный завод. Он стоит 528 тысяч, и у нас нет столько денег. Не проблема, у нас есть много кофе, который мы продадим. Также, так как на этой территории у нас будет 3 завода работать, надо, друзья, купить, точнее поставить еще одну угольную вот эту вот штуку на электростанцию. А также надо отвезти электричество прямо сейчас на электростанцию, что уже есть. А где наш трактор, который на этом поле работает? Вон он. Надо его перехватить. Он с кофе, ладно, пускай разгрузит сначала. Да ладно, давайте сами разгрузим. Разгрузим комбайн и отправим сюда работать мана. Ман просто был занят, поэтому я кинул сюда этого трактора. Почти целиком и забился. Отлично. Что-то этот оранжевый товарищ очень часто едет разгружаться. По-моему, у него там стоит, типа, уезжать на 10% или что-нибудь в этом духе. Сейчас давайте проверим. Есть у меня такое подозрение. Да, 10%. Это на разгрузку не очень хорошо влияет. В общем-то, тот товарищ разгружается. Его надо заменить маном, который освободился. Давай ей трудить, помогай. С этим понятно. Так, а вот этого товарища мы отправляем тогда отвезти разочек уголь, который он заберет на наш элеватор карьер. И повезет его, как там электростанция-то называется? Псек. И я был прав. Псек модуль 8. И повезешь ты уголь. И один раз всего. Там 150 кубов влазит, а прицеп на 140, так что идеально. Так что, товарищ, давай, есть вези уголь. У тебя все получится. Слушайте, а тут есть довольно интересные такие жирненькие контракты. 150 тысяч за уборку лаванды. Поле 77, но оно здоровое и надо будет брать технику в аренду. Я, честно говоря, принял его и не взял технику в аренду. Вот это здоровое поле с лавандой. На самом деле, довольно-таки геморройное. Геморройный контракт, поскольку лаванда идет в тюках. Но, скорее всего, я его выполню. Также вот посев на 26 тысяч, но это такое довольно простенькое удобрение. На 44 тысячи, удобрение на 51 тысячу и удобрение на 170 тысяч. 64-е поле, самое здоровое. Ну, еще удобрение на 35. Есть еще сбор урожая за 64 тысячи кофе на 71-м поле. 64-е, вот оно, посмотрите, какое здоровое. Я вот все думаю, купить его или не купить. Но ладно. Ну и 71-е поле не такое большое. В общем-то, когда комбайны наши освободятся, можно пойти убирать кофе здесь. Деньги лишними не будут. Плюс там лишний урожай, скажем так, остаток, будет довольно приличный. Так что, в общем-то, неплохое решение подзаработать, как мне кажется. Да, я опять за старые, опять за контракты. Тут еще где-то был... Я случайно взял на вспашку, но, видимо, он обновился. Видимо, да. Ну и ладно, все равно я вряд ли бы его делал. И, друзья, давайте, наверное, мы сразу поставим второй модуль угольный, пока на него есть деньги. Сейчас мы, короче, подзаработаем трохи. Поставим вот этот рядом с тем, что у нас есть угольным. Вот сюда, в седьмую ячейку, еще один угольный. Аккуратненько его ставим, примерно по центру, так вот, бздынь. И готово. Сюда тоже можно будет перевезти 150 кубов угля, и он тоже будет производить электроэнергию. Тут как раз, кстати, вот где-то тут уже рядом вижу трактор на карте, который сейчас приедет и привезет сюда уголь. И отправим его во второй тоже ввести тогда. 207 тысяч у нас осталось. А надо нам 528. Ладно, сейчас как-нибудь заработаем. Знаете, друзья, что мы сделаем? Мы сразу же его перехватим. Он сейчас начнет разгружаться. Мы ему добавляем, во-первых, еще одну поездку. Он начнет разгружаться, и мы ему скажем, чтобы он ехал в модуль номер 7. В теории это должно сработать. Модуль 7. Если не сработает, то как бы и бог с ним. Отправим вручную. Также, коли уж мы здесь находимся, я, друзья, сюда пригнал платформу, чтобы с помощью нее нарисовать автодрайв. Автодрайв на стройку, друзья. К этому заводу автодрайв вообще не проложен, но как бы и ладно. Сюда мы все, насколько я понимаю, будем возить в контейнерах. Поэтому сделаем разгрузку на платформу. То есть просто проедем через этот триггер. Ну, как-то вот так вот. То, что в контейнерах будет у нас, соответственно, в контейнерах. Я вот думаю, имеет ли смысл нам склад делать для этого всего деталья, или не имеет смысла. Если этот склад ставить, то где именно? Поскольку на этот склад будет сгружаться все вот с этого завода, копермедный завод. Солкоя металл, туда будет всякая фигня сгружаться, вот эти вот пластины. Со столи литейного завода на тот склад. То есть они все в разных местах расположены. Может быть склад поставить... А с чего еще он там принимает? Кто помнит? Хранилище металл плюс. Копермедный, ПМС, корнинг, стек... А, ну, да, стекло еще, шелл, НПЗ, нефтеперерабатывание... А, наверное, пластик там производится. Тоже там можно будет. Но есть у меня подозрение, что это все не в контейнерах будет. Или в контейнерах. Упаковку туда можно складывать. Все вот эти, видите, проволоки, катушки. Типа детали. Вот эти слитки, насколько я понимаю, серебро. И свинец тоже со столи литейного. Есть еще один, кстати, вариант интересный. Надо дыбать стекла. Ну ладно, как-нибудь потом. Так, а с электростанции, кстати, трактор-то и уехал. Все у него нормально. И поедет он, загрузится и отвезет на седьмой модуль. Так что все будет работать. Замечательно. Я, кстати, друзья, не придумал ничего лучше в плане заработок денег, как продать немного гравия. У нас его много. Правда, я боюсь, что одним прицепом мы не обойдемся. Быстрее было бы, конечно, продать кофе. Но кофе мне почему-то, знаете, хочется оставить. Хотя у нас еще есть дохренища силоса, дохренища травы. Нахрен я за этим гравием поперся. Геморроем заниматься каким-то непонятным. Не повторяйте моих ошибок. Поедем мелочуху продавать, ладно. Какой, то есть дешман всякий. Типа силоса. Гравий, порт Вашингтон. Мы же типа 100 тысяч всего каких-то несчастных с этого кузова получим. Хотя силос тоже не сильно дорогой. Давай, едь, друг, продавай его. И ты тоже тогда едь его продавай. Может у вас что-нибудь даже получится. Силос пойдем продавать. Правильно, у нас он на складе. Автодрайв легко его продаст. Занялся какой-то херней, если честно. Ладно, друзья. Давайте тогда заниматься стройкой. Раз такое дело. Пока ждем доходы. Надо 100 кубов цемента. 100 кубов стальных балок. 50 кубов труб. Блин, как же дохрена всего, а? Ладно, начнем с цемента. Значит, за цементом у нас поедешь ты. Едешь на склад. И везешь все на стройка медный завод. Загружаешь контейнеры. Вот грузовые контейнеры. Разгрузка у тебя в центр. Давай, погнал. А мы пока эти самые контейнеры выгрузим. Цемента у нас благо хватает. Все, цемент выгрузили. И тут у нас стоит еще один такой же, друзья, грузовик. Которого мы, друзья, отправляем по тому же самому маршруту. И вот они парой будут работать. А еще, друзья, я набрал контрактов и нихрена не отправил ребят их делать. По крайней мере, удобрялку уж можно было бы и отправить. Например, 64-е поле ехать. Удобрять. Но я боюсь, он это долго будет делать. Давай, друг, погнал. 31 куб удобрений понадобится на обработку 64-го поля. Если его навозом посыпать 2 миллиона литров, охренеть. Ладно, пускай катаются. Я не знаю, почему я сейчас устроил себе такой геморрой с деньгами. С учетом того, что реально можно продать кофе и сразу же получить сколько надо денег. Но нет. Почему-то вот на данный момент, я не могу объяснить почему, но этот кофе мне хочется оставить. Гравий, кстати, пошел выгружаться. И деньги капают с такой маленькой скоростью, что я не знаю, как скоро они у нас появятся. У нас на базе лежит 4 миллиона литров ржи. Почему было бы не продать, например, ее? Или тростника пару миллионов литров. Я полез грузить этот сраный гравий. Но вообще, друзья, начнем сейчас избавляться от силоса. Его больше всего и он у нас все равно еще периодически поступает. Так что сейчас попытаемся прожить на силосе. 60 тысяч с грузовика. Сейчас прицеп будет еще 60 тысяч. 120 за одну поездку. Такое себе. Как там наша собачка-то поживает? У собачки все хорошо. Че ему? Он же собачка. Красивый песель, конечно. Может мячик ему бросить? В него еще попробую попади в этот мячик. О, а ну-ка принеси мне мячик, а? Э, а где он делся этот песень? Кстати, я его покормить забыл. Чел, перезащи мне мячик. Ты че, голодный что ли, да? Ладно, кушай. Не хочет унести мячик, ну ладно. У нас игра не об этом. Кстати, ребята, силос же можно возить вот в этом вот на 560 кубов в уражном прицепчике. Почему я такой тупой? Непонятно. 164 евро на сарае. Давайте мы продадим примерно 3 миллиона литров силоса. То есть, три раза съездит вот этот парниша. Давай едь. И, друзья, перехватываем вот этого. И три раза съездит этот парниша. Будет примерно 3 миллиона 300 литров. 300 тысяч литров. Пускай едут. Если цена будет по 164 евро, то где-то 400-500 тысяч за эти поездки мы получим. По-моему, вполне себе неплохо. А пока они катаются и купят нам деньги, мы, друзья, вернемся на нашу стройку. И отправим вот этих ребят вести цемент. Вот, сначала отправляем одного, и он поехал. И отправляем второго тогда. Практически сразу же. Вроде как автозагрузка у него включается на подъезде. К триггеру, да. Так что он тоже сразу уедет. Шикарно. А также идем на завод, друзья, и выписываем, что нам надо. Потому что я... Память у меня как у рыбки, я забываю. Так, цемент мы везем. На самом деле ингредиентов нужно очень много. Вот, я, в общем-то, себя выписал. Буду потихоньку это все дело возить. Также, кстати, неплохой идеей будет, знаете, что сделать. Запустить Alcoa Metal. Каким образом это сделать? Что у нас тут вообще? Электричество есть, все есть. Мы, друзья, выгружаем четыре поддончика метного листа. И выгружаем четыре поддончика алюминиевого листа. Вот они здесь стоят. Производство начинает работать. И, в общем-то, до 25 кубов оно дойдет. 5000 литров в час, по-моему, оно нихренашеньки не работает с такой скоростью. Но, в общем-то, пусть работает. Может быть, к концу дня нам эти поддоны-то и сделают. Курсплей обещает, что будет удобрять это поле 3 часа 20 минут. Интересно, вот просто ради прикола. Сколько по времени это поле будет каким-нибудь супер коротким плугом, супер узким пахаться? Не хочу знать, если честно. У нас, друзья, пошел продаваться силос. Благо, сара здесь недалеко. Ездите недалеко, да. Нормально, сейчас они нам продают, и мы будем способны купить себе новый завод. Интересно, сможет ли МАН здесь проехать нормально, развернуться. 92 тысячи с одного прицепа. Вполне себе нормально. Ну, прицеп, кузов разгружается. Прицеп, я думаю, тоже будет. Хотя, не факт. Так, а эти товарищи у нас все разгрузили. Молодцы. Разгрузка контейнеров работает. Ну, в общем-то, чего бы ей не работать. В общем-то, потихоньку свозим сюда стройматериалы. Привезем все, кроме стекла, алюминиевого листа и медного листа. Все остальное у нас есть, и все в достатке. Может, друзья, взорвать это здание нахрен? Отсюда, кстати, вон есть стекло. Повыпадает. Как стройматериал, пойдет вполне себе. Это, правда, надо вот эту территорию купить. Так, еще 44 тысячи нам прилетело за кузов. Я просто думал, что, может быть, на этом месте как раз вот склад и хорошо бы смотрелся. Черт, не знаю. Ладно, меня сегодня, конечно, больше заботит именно молочный завод. Что мы вообще здесь можем делать? Уровень 0. Ничего не написано. Сюда выгружать молоко. Сюда выгружать воду. Сюда выгружать соль. Черт. Здесь зона загрузки. И здесь зона загрузки. Сюда выгружать поддоны. Поддоны не проблема. Проблема соль. Я почему-то заранее не позаботился об этом. У нас есть солевой вот этот карьер. Вот здесь. Стоит 240 тысяч. Не так много. Есть еще за 201 тысячу, но находится хрен пойми где. И есть у меня подозрение, что здесь надо бурить. Я имею в виду шахту. Поэтому мы, друзья, купим вот это за 243. Черт, как много денег мы сегодня тратим. Еще 44 тысячи нам прилетело. Вроде силоса должно денег будет хватить. Ладно, ждем пока оно продается. Потом будем решать проблемы. У нас, друзья, продается следующий прицеп силоса. И у нас появились деньги. 578 тысяч уже. Так что можем брать за вот этот молочный. 528 тысяч он стоит. Мы его покупаем. В общем-то сейчас силоса мы еще и насольно скребем себе. Так что все будет нормально. Давайте-ка посмотрим. Так, во-первых, да. Электростанция, которая ПСЕК. Дэйри молочка. Видимо оно. Пускай тоже туда электричество поступает. Я надеюсь, что будет хватать. Ну и... Так, видимо еще одна заправка в придачу. Или это та, которая у нас была? Молокозавод Дэйри. Вот оно. Блин, столько предприятий уже тяжело найти. В общем-то, что он умеет делать? И из чего он это делает? Он умеет делать сыр из молока. Молоко, вода, соль, поддоны, электроэнергия. Козий сыр из козьего молока. Сливочное масло из молока. Сливочное масло из козьего молока. И сметана. В общем-то надо привезти сюда воды. Надо привезти сюда молока. Надо привезти сюда поддоны. Электроэнергия придет сама. Ну и, конечно же, соль. Но соль пока не можем. Нет денег. Я думаю, что автодрайв туда проложен, поэтому проблем особых быть не должно. Начнем, друзья, с воды. Туда надо 200 кубов, две вот таких вот фуры. Да, как раз есть вода, выгрузка молока, молокозавод, соль. Что такое молокозавод, я без понятия. Но, видимо, вода есть вода. Два раза туда есть. Черт, а что он так подсвечен некрасиво? Ну, потому что так вот точки называются. Не называйте так точки лучше. Еще, друзья, у нас есть еще одна бочка. Давайте в нее мы загрузим молока. Это бочка на 30 кубов. Пока отвезем 30, посмотрим, насколько быстро оно будет там расходоваться. Но есть у меня подозрение, что расходоваться будет быстро. Еще хороший вопрос, будут ли справляться наши два коровника с пополнением молока. Молоко, давай заполняй. Блин, столько техники работает, охренеть. Повезешь, что это все на выгрузку молока. Давай, друг, вези. И надо еще поддоны. Поддоны, друзья, повезем. У нас сейчас грузовики заняты более важными делами. Плюс поддонов там, я сомневаюсь, что нужно сильно много. Отвезем их на пикапе. Можно даже не по автодрайву. С учетом того, что я давненько забил на лесопилку, я боюсь, что может не оказаться у нас здесь поддонов. А, должны быть. Если тут доски есть, значит поддоны должны быть забиты. Интересно, сколько еще сюда, кстати, этих поддонов влезет. Мне кажется, штуки три, не больше. Давайте выгрузим три. Производство снова зашуршало. Которая вот эти миссионные, по-моему, три штуки влазила. Да, три штуки их сюда влазит. Ну и пойдет. В принципе, этого хватит для старта. Поехали, отвезем тогда. А между тем, еще 45 тысяч упало. Это грузовичок продался силосом. Судя по всему, это прицеп продался силоса. А грузовик я где-то профукал. Этому челу до сих пор не придумал парковочное место, кстати. Где наш молочный завод? Вот это он, да? Это он. Так, поддончики у нас выгружаются вот здесь. Я думаю, кстати, с этого прицепа они даже будут улетать просто так. Если мы просто здесь проедем, да? Раз, два, три. Отлично. Всего 18 штук сюда можно привезти. Ладно, пока так, пока пойдет. Посмотрим на расход. Давай, друг, едь на базу. Боже, как фпс проседает, столько техники работает. Между тем, у нас, кстати, продается еще силос. Поэтому поехали отправим джесси бишку нашу на карьер. С фрезой. На соляной карьер. Можно его просто на лесопилку отправить, оттуда доедем. Лесопилка, погнал. Мы именно оттуда будем карьер покупать. Вроде как, даже уже можем купить. Деньги уже есть. 270 тысяч, по-моему, этого не хватит. А у нас тут на мосту раз грузовик едет. Везет поддоны. Два грузовик едет. Этот молочко у нас, по-моему, везет. Еще один эти контейнеры везет. Еще где-то должен ехать с водой, который. Или он 268? А, 243 тысяч он стоил. Так шикарно. Берем. Соли вообще не так много можно туда закинуть. Но ладно. Закинем пока один прицеп, вот такой, на 50 кубов, 47. На старт этого хватит. Потом, может быть, будет свободное время. Я эту соль на базу отвезу. 3 миллиона забью, если будет нечего делать. И вот так вот. Эй, товарищ, ты куда поехал? Вот же завод здесь. Видимо, в объезд. Кстати, тут выгрузка молока не самая удобная. Может, он задним ходом здесь сдавать будет? Понятно. Они заезжают с этой стороны. Там же, где я заезжал. А у нас продается последний прицеп силоса. И денежки тоже капают. Да, как-то он тут изощренно так заезжает. Но, видимо, это будет работать. Опаньки. Разгрузка молочка пошла. И он отсюда даже и развернется, уедет. Нормально. Отлично. Работает. Меня это радует. Заодно приехал и водичку привез следующую. И получается, линии, которые у нас не требуют соли, а по-моему, такие есть. Где наш молокозавод? Вот наш молокозавод. Ага, сметана у нас без соли идет. А масло с солью. Сейчас привезем, не проблема. В общем-то, сметана у нас начала производиться. Я больше, конечно, за электроэнергию волнуюсь. Этот тоже уехал. Молочный товарищ сейчас поедет припаркуется. А этот привезет еще воды. Так, друзья, загрузили немножко соли. Фрезу, разумеется, оставляем тогда здесь. За кадром я, друзья, заполню наш элеватор. А этого товарища мы тогда отправляем отвезти эту самую соль на молокозавод. Пускай он ее везет и запускает наши остальные линии. Кстати, вот первый поддончик со сметанкой появился. У сметаны 300 литров уже сделано. То есть, ну, работает, в общем-то, хорошо. Видимо, друзья, надо будет ставить все-таки козычек для этого завода. Не знаю, зачем. Надо ли нам производить вот это вот все из козьего молока. А может и не будем. Честно говоря, вот эта вот надпись уровень. На белом фоне белый счетчик молока. Кстати, на сметану ушло 333 литра молока, чтобы сделать 333 литра сметаны. Ну, вода, насколько я понимаю, не тратится на сметану вообще. Вода у нас только для сыра. Ну, ладно, пускай, в общем-то, завод работает. Сейчас тут где-то уже GCB-шка рядом. Но, видимо, соль будет выгружаться здесь без проблем с этого прицепа. Да, выгружается без проблем. Соответственно, остальные линии у нас, я так понимаю, тоже будут запущены. Сыр в состоянии активно. Сливочное масло в состоянии активно. Ну, в общем-то, пускай потихонечку, помаленечку они это все дело производят. Ну, и складировать мы никуда не будем. Забьются, так забьются. Также, друзья, что у нас тут со стройкой? Приезжали только что еще маны. Почти все мы уже привезли. Осталось только GCB-барьеры, алюминий, медь и стекло. В общем-то, то, что было, то и привезли. А чего не было, то и не привезли. В общем, опять-таки... А, кстати, что да, я хотел еще глянуть. Копермедный завод. Что мы тут будем производить? Медный провод, медную нить, медную трубки, медные катушки. Все это делается из медного листа, упаковки, поддонов и электроэнергии. Да, насколько я понимаю. Да, все делается из одного и того же. Ну, упаковку копим, медные листы. Таково, друзья. В общем-то, опять-таки, большой фронт работы сегодня сделали. Далее за кадром. Я доубираю поля, свезу весь кофе на базу. Соответственно, поля посыплю известью и засею. Отвезу стекла меди-алюминия. Короче, запущу эту стройку, чтобы она потихоньку хотя бы начала строиться. Там будем за меди-алюминием следить. Также, друзья, контрактики выполняются потихонечку. В общем-то, их я тоже сделаю. Отвезу, друзья, садов, теплиц, поддоны все на фермерский рынок. Тут довольно много уже насобиралось, я смотрю. Тут вообще 45 кубов. Короче, да, придется покататься. Отвезу, в общем-то, это все дело на фермерский рынок. Так, запущу там продажу. На складе у нас пока что есть, поэтому можно выгружать из теплиц и садов вообще все. А соль, друзья, соберу, забью наш элеватор. Вот здесь вот весь. Тут, кстати, выгружено 300 кубов камней. Я не знаю, как их отсюда достать. Это мы когда шахты взрывали, ради прикола решили попробовать. Можно еще медную руду поехать собрать. Может быть и руду тоже соберу, потому что она расходуется довольно быстро на столе литейном. А может и не буду, посмотрим. Короче говоря, есть мне еще чем заняться с таким вот. Вот, возить туда-сюда обратно. А, этот самый динамит тоже надо обновить будет. Привезти сюда удобрение дизель. Этот динамит выгрузить. Пойдем как-нибудь скоро все повзрываем нахрен. Вот. Короче, как-то так. Встретимся, друзья, уже на уборочной в следующем утром. Если не хотите пропустить это все дело, то, конечно же, подписывайтесь на канал. Или в дискорд вступайте. Там уведомлялки приходят. Вообще точно не пропустите. Тогда ничего. Если не хотите ждать, то на бусте следующая серия уже, скорее всего, есть. Скорее всего, весь сезон уже отснят. Может быть, даже карьера до конца уже вся отснята. Без понятия. Лайки, комментарии тоже не забываем. Спонсорам огромнейшее спасибо вам за поддержку. Ну и, в общем-то, до встречи в следующей серии. С вами был Никита Дилэй. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-ки. Субтитры подогнал «Симон»